На груди красные кресты, в руках буклеты. Станция переливания крови и студенты Первоуральского политехникума организовали акцию под названием «Донорская кровь. Необходимо каждый день». Подростки призывают горожан сдать кровь для оказания помощи тем, кто пострадал в терактах. Всего в акции участвуют 9 студентов. Большинство из них выступают в качестве волонтеров впервые. Я сегодня пришла сюда призывать людей в возрасте, как можно сказать, в среднем, чтобы они сдавали кровь свою ради помощи другим людям, которые были в каких-то катастрофах. Я чувствую, что я делаю доброе дело и помогаю, как получается, и врачам, и людям. Илья Семин – волонтер со стажем. Он второй год занимается такой деятельностью и старается не пропускать подобных мероприятий. Сейчас террористические акты всякие есть, то есть кровь нужна всегда. Призываем людей, чтобы сдавали кровь. Доноров всегда не хватает, всегда доноры нужны. Занимаемся, стараемся. Сами сейчас собираюсь пойти сдать кровь. Акция, посвященная жертвам терроризма, проходит в нашем городе впервые. Раздаточный материал учащиеся политехникума разрабатывали самостоятельно. Он прилагается к буклетам службы крови. Все это делается для того, чтобы привлечь горожан к донорству. Не только в такие дни, когда случается беда, нужно сдавать кровь. А кровь нужна всегда. Тем более кровь у нас закладывается на хранение. Сразу же ее перелить пострадавшим не получится. Поэтому мы хотим донести до жителей города Первоуральска и привлечь их к постоянному активному донорству. Перед сегодняшней акцией студентам организовали экскурсию по станции переливания крови. Ребятам показали, как работают с донорами. Убедились сами, что сдавать кровь не так страшно, как порой кажется. А сегодня о том, как вести себя с прохожими, ребятам рассказала педагог-психолог Первоуральского политехникума. Подходите только к тем, кто может стать потенциальным донором. То есть это не беременные женщины, не малолетние дети, не подростки, не пенсионеры. Взрослые, активные, рабочие. Хочется воспитать такие качества своих обучающихся, чтобы они были добродушными, милосердие проявляли, были нравственно всячески образованы, воспитаны. Десять ребят из политехникума сегодня уже активные доноры. Несмотря на юный возраст, они сдают кровь на протяжении двух лет. Кстати, все они обладатели необычного документа. Свидетельство о донорском совершеннолетии. Ксения Иноземцева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.